всем привет всем доброе утро приветствую вас на своем канале ну что мы сегодня едем на дачку у нас вчера был очень сильный ливень долгожданный наконец-то был дождь у нас была такая засуха такая жара просто ребята вы не представляете мы так ждали дождя и вчера где-то с часов 10 вечера с 11 до 4 часов утра просто стеной стеной поливала мы так это ждали дождь кстати шел с эстонии вчера с ланой тоже ждали дождя долгожданного и вчера увидел видео что у нее как раз тоже пришел дождь еще сообщение от него видео и ладно большой тебе привет из питера мы ваш дождь приняли с большой радостью теперь наконец-то все полито кстати кто не подписан на канал ладно обязательно подписывайтесь и ссылочку оставлю в описании под видео классно же не жизнь и жизнерадостная женщина всем советую посмотреть его видео обязательно подписаться так что я догреваю машинку и мы с вами выдвигаемся на дачку посмотрим что там да как после дождя вот мы уже и на дачке только приехали пока туда-сюда немножко сегодня попозже успели еще домой приехать заехать перекусить ну что смотрите как все подросло какие помидоры огромные все цветут вовсю редиска тоже уже большая можно вовсю дергать и салат добавлять петрушка там тоже большая очень все в порядке лишняя тоже потихоньку наливается крупнее от ягодки так будущее малинка новая стойка появилась у нас для бутылок с водой здесь на солнышке не вода греется и была тепленькая хорошенькая огурцы в дедушкином парнике уже растут более-менее все хорошо завязываются огурчики на больших огурцах и вот если вы присмотритесь и сейчас увеличить чуть-чуть вон уже огурчик висит вкусняшка скоро мы его с вами съедим так цветы потом попозже покажу чуть-чуть сейчас пройдемся с вами с конца начнем как и говорил вчера был сильный дождь очень хорошо полила грядки не надо ничего поливать земля он здесь вся влажная хорошая так что пока ничего поливать не будем нам будет только за водой сходить здесь огурцы тоже чувствуют себя прекрасно тоже завязываются огурчики пустоцветов пока я не вижу увидите там тоже огурчик тут огурчик там на дальнем тоже огурчик все потихонечку помаленечку свекла уже видно невооруженным взглядом здесь она хорошо почему-то в этом году зашла будем надеяться что вызреет будет все классно кабачки тоже себя чувствуют прекрасно учета петух орет во всем как всегда сегодня видим опять ему что-то не нравится яблочки потихонечку видите наливаются растут но клубники ребята вы посмотрите все в гроздьях все усыплено это благодаря все подкормки и обильному поливу смотрите какие ягодки скоро надо будет накрывать чтобы птицы не склевали здесь тоже посмотрите все в яблоках вся вся яблони атаку сыплана сверху донесу господи зашел петух ты сегодня так орет посмотрите какие яблочки красота черноплодочка уже видите тоже формируется здесь кабачки тоже себя чувствует прекрасно все супер там редиску тоже можно все дергать помидоры начали идти в рост сейчас на жара стоит мы поливаем видимо нужно было очень хорошее тепло видимо сорта такие что здесь огурцы тоже себя чувствует хорошо перцев только непонятно почему начала листва желтеть наверно перепады температуры либо влажность высокая в теплице не знаю ребят может кто-то знает подскажет напишите пожалуйста почему листва желтеет у перцев мне кажется что пересбил и переизбыток влаги у нас питере в принципе климат очень влажный мне кажется скорее всего это можно быть от этого отцветает слава богу моя аллергенная травка вот это вот сурепка видите уже не так ярко желтая на ней уже семена образуется так что скоро она закончит свое цветение можно нормально спокойно дышать и неделю сюда не приходил потому что немного перестраховывался и чтобы аллергия сильно не разыгрывалась в этом году у меня как-то все лайтово прошло кабачки тоже поэтому я не появлялся здесь доделал там этих дела академические все журналы заполнялся все сдавал как раз у меня ушло на это неделя где-то вот как раз это все дело отсвело все-таки мне кажется что это гортензия погибла я не знаю что ей не так может быть зиму плохо пережила не знаю что ребята наверное придется с ней расставаться потому что видите на вроде сначала дала листья зеленые а потом посмотрите все засохло все сухое не знаю ерунда это все мне кажется то что ванилов раз себя хорошо чувствует бы на люкс тоже растет а вот что с этой картинке я просто не знаю хотя в том году она цвела ну я читал что у многих в этом году зиму какие-то растения очень плохо пережили возможно этой картинке тоже не повезло ну посмотрим может оклемается хотя уже считать и середина июня обидно будет с ней расставаться сливы висят я немного расстроился за нее как и есть уже укропчик смотрите уже можно рвать и салатик добавлять какой пушистый самое вкусное это все свое с грядки он очень вкусный салатик мы уже ели редиску ели все обалденно вкусно погода у нас теплая 26 градусов сегодня тучки появляются облака всякие но в целом тепло дождя нет и вроде как пока уже не обещаю сейчас я вам покажу мои супер красивые пионы эти уже цвели древовидная гортензия уже посмотрите я как хорошо обрезал ее в прошлом году все почитал как правильно ее обрезать попробовал конечно было страшно но посмотрите сколько она выпустила бутонов как обильно она будет свести прошлом году я ее обрезал неправильно так и точнее позапрошлом и она очень мало цвела а в том году я не побоялся осенью и посмотрите сколько много бутонов она цветет нежно таким белым цветом он видите бутончики формируются красота какая салатик мы уже которым мы едим потихонечку тоже весь пушистый вкусный вкусный сочный и пионы розовые вы только посмотрите какая красота а запаху просто себе не представляете какой на какой потрясающий запах у них прям все пионы раскрылись просто красота невероятная а чем он переживали что мы не застанем как цветет петунья который мы сажали из малюсенькой семечки посмотрите это петунья тоже начинает свести у нее будет такой темно-темно фиолетовый цветок он еще пока не распустился но я думаю распустится обязательно вам покажу что чувствует они себя здесь хорошо и вот здесь петунья тоже цветет 1 вот розовая тоже вот будет свести нежно-нежно розовая потом фиолетовая тоже скоро распустится но и здесь тоже перцы что-то непонятно редиска обалденная крупная там тоже можно выдирать есть с перцами в этом году что-то не знаю но бабушка вроде как сказала что это может быть связано с тем что сейчас делают очень плохие семена и возможно из-за этого все как-то немного плачевного так выглядит мы будем на это надеяться но все равно все что вырастет все наш мы пошли на разведку за водой кстати за одну щас покажу дедушка красит свою машину но еще в процессе докрашивания тут бог уже сделан а этот посмотрите осталось дверь вот эту сделать и чуть-чуть тут бог подкрасить и все и как с конвейера машина прикиньте и надо будет обратно поставить на место декоративную палочку такую что я рассказываю какой-то молодец пошли за водой чего не хочу я так мы пошли на разведку за водой расскажу люди такие наглые слушайте пришли как-то мы там же туда шланг лежит кто-то себе воду качает и думают люди только себе ну естественно утром шланг включен днем шланг включена не знаю никто что пропасть только к они наполняют в общем я не знаю но мы в одном месте разъединили шланг и набрали себе воды в следующий раз приходим опять под ключик да что ж такое потом уже убрано и просто уже из люка просто тупо шланг торчит и вода льется через край то есть представляете люди просто и никак не набрать я уже думал может записку оставить чтобы думали не только себе что другим тоже воду нужно набирать мы уже просто нагло один раз пришли отключили шланг себе набрали обратно подключили привет вам от твой собачки пойдем все просмотрим ребята жара какая что-то там интересная как помойка было так помойкой осталось люди это самые настоящие свиньи что хочется сказать где живут там и серят но видите уже кто-то кому-то только порвал это дело кто-то уже кого-то наказал чтобы не только себе воду или одному чем мы же рукастая голова а вы в нас сомневались да зря у нас уже так что готова к походу за водичкой чтобы поливать наши огурчики перчики все остальное пойдемте все покажу ну что вот и течет водичка в наши баночки мы просто слазали вниз все там отсоединили подключили наш шланг вот и все мы бы тоже будем такими какашками думать только себе что друзья на сегодня все сидела мы сделали все подели вот взяли беседки прибрались всем вам желаю прекрасного дня отличного настроения классных выходных увидимся с вами в новом влоге всем пока